Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер, и сегодня мы поиграем в Sky Wars на сервере Crystalix, дорогие друзья. Благо, да, фуууу. Короче, в Небесный Война я хотел сказать, но почему-то у меня в эту секунду выскочила голодные игры, но... Ха-ха, я успел себя остановить таким вредом. Ладно, ребят, так, возьму удочку, я во-вот раз взял меч на отталкивание, поэтому не думал, что удочка нам понадобится, но кто его знает, и на карте сейчас ночь, и это карта с покемонами, ребят, насчёт блоков у меня не густо, я на этой карте ещё не играл, Не знаю, где здесь дерево. Чувак ко мне уже строится, надо ему разочек с удочкой вот так вот дать. И до свидания. До свидания. А, вот дерево, что-то я сразу же не заметил, но оно здесь было. Так, ладно, давайте добудем себе немножко. Хотя мы можем скрафтить себе каменный топор. У нас может есть и булыга, и палочки. Хорошо, топорик уже готов. Так что он с врагами, никто не идёт там. Фух, нифига себе, парень, давай, до свидания, давай, до свидания. Всё, хорошего. Ривидерчи. Всё, до свидания, парень улетел. И это хорошо. Ну вот, у меня ничего плохого, я считаю. Вот, давайте-ка добудем теперь наконец-то древесину. Нам её изначально не дали добудить, и слава богу обсидиан, то есть не страшно упасть. Так, сюда вот, сюда вот тоже добудем, потому что у нас, в принципе, есть блок. Поставим, и всё, окей. Окей, опасный момент был, конечно, когда парень сюда подошёл с железным мечом. У меня это только деревянный, но этот деревянный навес золота, поэтому я сделал этому парню... Ой, как нехорошо, он прямо улетел, аж вон до того. Покемончика. Ну, ничего страшного. Так, сюда. Сюда. Ну, парень, в следующий раз тебе повезёт, наверное, но в этот раз никак. Никак. Ладно, попробуем пробиться до следующих островов, там, возможно, есть какие-то полезные вещи для нас. Не уверен, что всё, ребята, залутали. Возможно, что-нибудь, да, и не оставили в своих сундучках. Так, шлем у меня получше будет. Ну, давайте это всё заберём. Возможно, это нам пригодится. И да, она никогда не бывает лишней, а даже бывает полезной в некоторых ситуациях. И надо было вот туда вот пробраться, пробраться вот сюда вот. Чувак уже бежит сюда, будем с ним сражаться. И он зависит. Ну, я вам сейчас покажу, как надо. До свидания. До свидания. Он что, выжил? Да ладно, ты что выжил, парень? Да не может такого. Он просто бежит и дерётся, бьёт воздух. Ой, ёпп, перлитятер, как ему можно только упасть. Он бежит и бьёт воздух. Нет, смотрите-ка, больше не бежит и не бьёт воздух. Опасный он какой-то, опасный. Не нравится он мне. И тем временем сзади подбирается другой ещё чел, поэтому я пойду назад и встречу-ка его здесь. Чтобы мы тут с ним за ПВП-6, алмазный меч. До свидания, алмазный меч. До свидания. Так, алмазный меч отправляется. Спать, отдыхать. А, хотя, смотрите, если у него был алмазный меч, значит, скорее всего, на острове мог бы уже быть другой меч, который тоже неплохой, но из-за того, что у него был алмазный, он его не взял. Такой вариант вполне вероятен, на самом деле. Так, тут парень, давай-ка это... Куда он сейчас? Жизнь, я испугался, вон, куда-то сейчас этот парень явно с интернетом проблемы. Чувак, купи себе новый интернет, а вот все остальные нормально, ты лагаешь, ё-моё. Я сначала думал, что Тезервак лагает, но я потом подумал, как так-то. На этом сервере вроде не лагало никогда. Кхм, как мне говорили. Так, ну ладно, всегда, ну потому что карта небольшая, здесь как бы лагать не должно. На SkyWars пока лагает только на больших картах, но мы уже знаем, когда пофиксить, нужно просто сделать такую же систему, как на Голодных Играх. То есть, одна игра, одна карта, тогда все будет такие. У него че, лук? О, парень, ты че с луком? Ты че, лучник что ли? Ты у мамы лучник? Ничего, здесь могу еще спрятаться вот таким вот образом. Че у нас тут есть, тоже каменные допоры, но в принципе ничего интересного. У нас есть кирка, можно немножечко ресурсов все выдолбить. Вот таким вот образом лагало чуть-чуть мне, так отлично. Вот он так засел в лучник. Как я этих лучников уже не люблю. Я понял, что с луком играть не так интересно, как с таким вот деревянным мечом, но ничего страшного. Если он сюда бежит, я ему по ногам ударю, и тогда ему мало не покажется. В принципе, если попадается кирка, даже не нужно рубить дерево, потому что есть... Он там будет стрелять бесконечно, мне кажется, из лука. У него еще и броня лучше, чем у меня, да? Ну, против меня броня как бы не решает, здесь решает твоя сноровка. Ну, смотрите, вот он держится на дистанции, в отличие от других игроков, и... В этом плане он делает все правильно, потому что если бы он не держался на дистанции, я думал, я бы его скинул к остальных людей. Он стреляет из лука, но пока что упасть не может, и скорее всего он не попадет. Просто я вот думаю, сколько у него там стрел? Точно ли у него там столько бесконечного количества стрел, или нет? Что он так смотрит? Ладно, я даже буду принимать несколько его стрел, наверное, из себя. О, ну не так много, половину хп я уже его не снял. Что броня у меня хреновая, я не смогу принимать полностью все стрелы, но вот такие вот заседаловые с луком, это, конечно, опасно. Даже у меня, когда был лук, я на таких просто не шел. Ну, как бы, ждал, пока чувак у него закончится стрел, и сам ходил, его рашил, убивал. Не всегда я вот таких вот людей, как бы, зажимал так, что и сидел, у кого и выдержка больше. Ну, давайте посидим. Давайте вместе мне обудрегениться, потом буду разводить его на стрелы, и потом посмотрим, на что это все выйдется. Просто разводить его на стрелы, и все. По-другому никак. Хотя, сейчас, может быть, что-нибудь попробуем сделать. Он же не сможет там вечно сидеть. Если он сам не идет ко мне, то в любом случае придется идти к нему. Ух ты, он попал хорошо, я чуть не упал, мне было опасно. Ну ладно, мы здесь тоже закроем вот таким вот образом. Оп, оп. Все, мы тут, в принципе, тоже в безопасности. Не знаю, сколько у него реально там стрел, но это реально жесть просто. Он, как засел там, как будто бы думает, что, не знаю, я никогда туда не пойду. Как будто бы он, не знаю, он как будто прочитывает, что, блин, это может продолжаться вечно. Окей, окей, парень, давай, когда буду себе блоков еще, подождем, подождем. Ты реально хочешь видео потом подождать? Я не против, тоже подожду. Думаю, ребят, вы не сильно расстроитесь. Я не люблю таких заседал. Раньше, я когда, говорю, был с луком постоянно, я и то так не заседал, потому что, ну, это же неинтересно. Сколько так может длиться игра? Че, ты будешь так сидеть там, пока у тебя не кончатся стрелы? Ну, когда кончатся? Просто пойдешь и сольешься, и получается все эти 30 минут заседания, по которым я там просидел, они были просто бессмысленными? Ну, окей. Окей, видимо, у меня другое оппонение совершенно, Бэдварсия, где мое оппонение, где поеди за Раша. Вот за то время, пока мы здесь сидим, он бы успел бы начать еще одну игру, ну, и выиграть бы, наверное, ее, возможно, и проиграть. Ну, судя по тому, как он сидит, думаю, вряд ли бы он выиграл. Он еще и обрубил путь, да, да, он обрубил путь, он, видимо, боится, что я к нему приду, ну, и правильно делает, что боится, потому что он, видимо, понимает, что из нас двоих я более сильный игрок. Мне бы лук, на самом деле, и с луком бы я бы его затащил, но, к сожалению, нет нигде нитки. А вот железный топор есть. Не знаю, где бы достать ниточку. Ну, с чего, вот в ПВП ближние бои у нас железного топора убивать, другого выбора я просто не вижу. Надо было взять себе ловерный лук, хотя, в принципе, я не знаю, сколько у него блоков, возможно, стоит сделать таким вот образом. Да, сделать что-то типа лестницы туда наверх, да, он не сможет просто не стоять. Набрыгнуть на него сверху и просто убить, не знаю, это вроде неплохой вариант. Конечно, он довольно-таки опасный, но просто мне надоело сидеть, ребята, вот реально. Мне надоело сидеть, и я не могу заниматься этим всю жизнь. Какая парень, видимо. Окей, 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 стрельни, я упаду. Всё, видишь, блок опять стоит. Да, я не знаю, сколько у него там стрел, но он уже как минимум, я уже собрал 10 стрел, а стрельнул он, наверное, раз в 5 больше. И, скорее всего, там реально дохрена стрел, просто очень-очень много стрел. Он всё там сидит, он просто на одной точке сидит, как вкопанный. Ему на всё там стрель. Ну ладно, это его тактика, его игра, не будем её осуждать. Просто попробуем его выиграть. Ну а для этого нам понадобится разобрать этот покебол. Потому что без этих блоков мы просто не сможем это сделать. Смотрите, он реально, он как башня. Знаете, это даже не человек, это не живое существо против меня играет, это играет башня. Турель. Турель, вот она там стоит, это турель, и всё, она не двигается, она на одном месте зависла. Видите, он засел там и сидит. Я не знаю, сколько у него стрел, надеюсь, не скоро закончится. Даже если там он их стак, то вряд ли, вряд ли он их всех так израсходует быстро. Потому что поначалу много стрел, а теперь он стал стрелять меньше. Видимо, он чувствует, что стрел у него становится гораздо меньше. И чувствует мое приближение. Потому что мое приближение, оно для него явно будет болезненным. Но вот появляется у меня другая проблема. У меня заканчивается еда. Это тоже не есть хорошо. Стрельнул, не попал. Сейчас мы здесь сделаем такую вот небольшую платформу. Отлично, вот это хорошо было. Пацан, давай, около больше блоков. Ну, давай, давай, что ты будешь делать? Всё, что ли, стрелы кончились, парень? Давай, иди сюда, бомж. Так, отлично, он упал. У него уже меньше хапачил у меня. Теперь нужно ему побежать за ним. Я пробовал его скинуть. Эх, не получилось. Ну, ладно, ничего страшного. Он засел, из лука меня расстрелял. Я делал всё, что к нему подойти. Тут, конечно, мой фейл. Я проиграл. Но ничего страшного, ребята. Его тактика сработала, так скажем. Нужно было мне, наверное, сидеть на том острове до бесконечности, не идти туда. Но я просто не хотел затягивать серию, чтобы вы посмотрели, вам было интересно. И поэтому, наверное, закончу на этом моменте. Вот. Но советую вам, ребят, не делайте так. Это реально глупо. Вот сидит как вот этот пацан в виде турели. Для меня всё равно победил я. Потому что я добрался до него. Я начал с ним пвпшить. Я даже побежал за ним. У него была лучше броня. У него было лучше оружие. У него был лук. Но при этом он просто сидел на одном месте. Я не знаю. Как турель. Вот реально. Это было бессмысленно. И по мне так это неинтересно. Ни какого экшона, ни какого экстрима. Он не рисковал. Это неинтересно. Поэтому, ребята. Заходите, играйте на Sky Wars. Играйте как настоящие мужики. Не ссыть. И да, стрелить из лука в чувака, которого чисто скинуть. Вот это интересно. Когда чувак сидит и ты уже видишь, что он засел. И ты его просто даже не даёшь ему к тебе подойти. Я всегда даю чувакам подойти к себе, чтобы с ними заповопочиться в ближнем бою. Но этот чувак даже не давал мне подойти, пока у него просто не закончились стрелы. Ну что ж. В принципе на этом всё. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь под видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.